Здравствуйте! В эфире программа «Подробности» и сегодня подробно об экспедиции «Аляска-2015». На этой неделе она благополучно завершилась. Михаил Малахов, главный вдохновитель и организатор данной экспедиции в нашей студии, Михаил Георгиевич, добрый вечер, с возвращением. Добрый вечер, Евгений, рады возвращению. Начнем с самого начала, собственно говоря, уже не первый раз резанцы покоряют Аляску, различные части полуострова. И, собственно говоря, отличие нынешней экспедиции от предыдущих, какова была изюминка Аляски именно в 2015? Не знаю, насколько покоряем, но то, что посещаем, посещаем уже в шестой раз с экспедицией очень большой экспедиции. Пространство. Да, и людей, судя по тем кадрам, которые вы нам в прошлый раз показывали, люди, местные эскимосы, просто покорены были рязанскими путешественниками. Жень, ну, может быть, меня телезрители обвинят в нескромности, но эта идея покорения сердец, умов, она до сих пор продолжалась. Она имела место выйти в этой экспедиции, мы очень довольны не только результатами научно-исследовательской нашей работы и прохождением маршрута, но и, конечно, встречами, контактами. Очень дополнительно появилось много друзей, а тех, кто уже были, проявили себя еще большими друзьями, способствовали успешному прохождению экспедиции, помогали, чем могли. То есть, покорение человеческое и пространство, наверное, вы правы, действительно состоялось. Но особенность была та, что мы не просто набирали большой фактурный материал, который подтверждает факт выживания элементов русской культуры на территории современного штата Аляска, принадлежащего Соединенным Штатам Америки, но и мы решали конкретную задачу – это изучение транспортных коммуникаций или волков, другими словами, путей, каким образом перемещались наши соотечественники, промышленники, исследователи во внутренних районах Аляски. Одно дело, когда есть океан Тихий или Беринг-море, по которому осуществлялся доступ со стороны России на Аляску, на Гавайские и на Алиутские острова, а с другой стороны перемещение внутри пространства. Хорошо, сейчас дороги, самолеты и так далее. Ни дорог, ни самолетов тогда не было. Как же двигались на огромных, ну просто бесконечных пространствах, поросших лесом, кустарников, покрытых горами, озерами и так далее, россияне. Я вот сейчас позволю себе вас перебить для того, чтобы просто попросить наших режиссеров запустить видеокадры, которые Михаил Малахов привез из Аляски. Это очень красивые кадры, вот те красоты и те сложности, преодолевать которые приходилось на пути к этим красотам, мы сейчас покажем и продолжим общение, а наши зрители могут увидеть все своими глазами. Замечательная идея, да, в подтверждение такой вот своеобразный закадровый комментарий у нас будет, да. То есть, наша задача была посмотреть, как же россияне двигались. Мы в свое время в экспедиции 2011 года такую особую задачу ставили, но мы изучили транспортные коммуникации или волоки, по-английски звучит слово портич, красивый такой, между крупнейшими водными артериями рекой Юкон и Кускаквим, Нушагак и Кускаквим. Это было интересно тогда, потому что они подробно были описаны. Были описаны никем и иным, как нашим с вами земляком Лаврентием Алексеевичем Загозкиным, дом которого до сих пор сохранен в Рязани, в котором сейчас, в ближайшие пару лет, будет открыт музей, посвященный темам географических открытий россиян, в первую очередь, и Загозкиной, и, естественно, теме Русской Америки. Так вот, мы тогда и об этом и Рязани рассказывали, и было понятно. В этом году мы эту тему продолжили. Но были еще волоки, которые позволяли проникнуть во внутренний район территории с побережья Тихого океана, через так называемый полуостров Аляска. Он покрыт очень большими горами, горы вулканического происхождения, вулканы действующие. Кстати, через один из них – это вулкан Катмай, который, ну, вообще-то, разразился самым крупным в 20-м столетии землеизвержением, это был в 1912 году, который существенно изменил природу того края. И вот наша задача была пройти три волока, перебраться через горы со стороны Тихого океана, на Беринговом море, так называемый Быстрельский залив. Эти пути использовали россияне для проникновения во внутренние районы. Подробных описаний, в отличие от лейтенанта Загозкина, сделано не было. Мы имели упоминание. А дальше надо было на местности найти наиболее лучшие варианты, которые можно использовать именно для не просто перехода пешим, но надо же было нести грузы. Надо было с ними игру для торговли и обмена между россиянами и местными жителями, и меха, с одной стороны, с другой стороны, какие-то товары цивилизации. Судя по кадрам, вы сейчас просто повторили… Просто повторили, и они причем были более сложные, менее сложные, были водные транспортные, вниз по реке, озера, были перевалы горные очень сложные. Есть кадры, когда мы просто передвигаемся по лаве и по пеплам засыпанной долине. Мы летали на дронах, небольших вертолетах, делали кадры сверху, плыли на байдарке по этих рекам. Вот на кадрах, надеюсь, это видно. Причем в достаточно непростых условиях. Волна, которая иногда была такой, что не позволяла нам просто грести днем. Надо было грести ночью, когда ветер успокаивался. То есть, мы должны были пройти три перевала. Мы их нашли, мы их прошли. Скажу, это было непросто. Иногда продирались, вот на кадрах видно, через кусты. Это было как через джунгли. И это было не так, не 2-3 метра, а это было сотни-сотни метров. Много раз, когда надо было продираться, ломать где-то, рубить, переходить реки достаточно опасно, со страховкой. Даже, так сказать, кое-кого смывало, так сказать, не окончательно, а серьезно подмывало с тяжелыми рюкзаками. То есть, достаточно очень интересный поход. И это был не просто поход ради похода. Мы на себе почувствовали, что это такое использование Волоков для экономических интересов россиян. Вот с точки зрения, скажем так, науки, да, с точки зрения каких-то научных, может быть, гипотез, открытий, что-то удалось сделать в этой экспедиции? Думаю, что да. Первое, мы четко обозначили, четко нашли, имеем четкое представление о географии, о писании вот этих Волков. Мы их сами прошли. Мы можем четко показать по карте, как шли, какие были варианты отхода в сторону использования в зимнее время или в летнее время, особенности каждого маршрута. И самое главное, мы поимели собственный опыт. Мы же не просто так посмотрели, где-то с вертолета, с дронов. Мы это прошли. То есть, мы моделировали ситуацию, идет отряд носильщиков, который несет российский МИХ на российскую базу. Ну, условно, так скажем. Мы почувствовали, что это была очень тяжелая работа. Я думал, что шерпы в Гималайях могли отдыхать по сравнению с тем, что нам пришлось пережить, продираться вот через такие деври. Да еще на каждом углу поджидает медведь. Не скажу, что голодный. Нам повезло, что в это время там много лосося. И он на нас не смотрелся. Лосось вкуснее. На конкурентов в еде. Потому что лосось хватало на всех. И на людей, и на медведей. Но на всякий случай у нас пистолет был. Как защитой, честное слово, хоть это же шестая экспедиция. Чувствую, мы гораздо себя спокойнее, нежели в предыдущей, когда у нас защиты индивидуального оружия не было. Но в этот раз у нас вот такой с собой был пистолет. То есть, мы реально на себе почувствовали и отсюда предназначение волков, как они могли работать. Мы можем сделать вывод не из каких-то описаний. Волков описаний нет подробных, как сделал Заговский, повторюсь. А вот мы уже можем описать и сделать вывод о том, что данные, вот эти южные переносы для проникновения в северные территории полуострова Аляска, они не могли быть использованы с большой экономической задачей. Они существовали не очень большой промежуток лет. Для местных жителей, для индивидуальных контактов, да. Но прошел один-два человека. А надо пронести сотни и тысячи мехов. Вы знаете, целый отряд носительных, которых просто физически нет. То есть, возможности экономические этих переносов, не очень большие физически, они существовали, но не могли быть использованы в широком масштабе, чтобы россияне могли удовлетворить свою потребность в мехах, вынести их, положим, в нужных районах, собрать где-то в определенные места, потом перенести, были не очень большие. Не случайно, конечно, что волки не существовали для цели российско-американской компании. Это главный добытчик мехов на территории Аляска в период, когда Аляска была русской колонией. И этот период продолжался недолго. Он в основном такой вот транзитный промежуточный характер носил для исследования каких-то более надежных баз уже во внутренних районах, доступ к которым можно было осуществлять на морских судах, подходя не через горы, очень трудные и опасные переходы, а через море. То есть, мы действительно нашли их, сделали описание, сфотографировали, сделали видео. И в связи с тем, что сами их прошли, можем сделать совершенно четкий вывод, как они могли быть использованы. Вот тот результат, который мы преподнесли. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, данные места были населенные, до сих пор населенные. Хотя у россиян там постоянных селений больших не было. Но во всех населенных пунктах современных, которые мы посещали, элементы русской культуры, тот набор, который мы практически в каждой деревне встречали, это православная церковь, это кладбище, это русские имена и это добрая память о россиянах, которая выражалась в этот раз в очень хорошей тоже встрече, преимущественно очень замечательные такие люди, гостеприимные, тем более средства массовой информации, там про нас говорили, русские идут, как обычно, идут с благими намерениями, это никого не пугало, только радовало. Очень хорошее второе впечатление, не просто от результатов научных, но и от второй такой, так скажем, составляющей, это вот человеческий контакт и встречи. Спасибо, Михаил Георгиевич, спасибо за интересный рассказ Михаил Малахов об экспедиции Аляска-2015, которая завершилась буквально на этой неделе. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова